МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессионал года 2019. В Наринмаре несколько часов назад назвали имена лучших педагогов Неницкого округа. Среди нововведений номинация «Учитель-дефектолог». Кто в этом году взял главный приз, расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги последнего рабочего дня в студии. Олег Катанзейский. Мы начинаем. 393 миллиона рублей выделят Неницкому округу из федерального бюджета на завершение строительства школы в микрорайоне авиаторов. Средства предусмотрены в рамках государственной программы России обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Напомню, в прошлом году вопрос возобновления федерального финансирования строительства школы в микрорайоне авиаторов глава региона Александр Цибульский обсуждал в ходе встречи с главой кабинета министров в Москве. Общая стоимость строительства школы номер 3 в микрорайоне авиаторов составляет порядка 2 миллиардов рублей. Объект должен быть введен в сутацию в конце 2019 года. Школа после завершения строительства будет представлять собой не отдельное здание, а современный образовательный комплекс, состоящий из нескольких объектов. Это начальная и основная школа, а также два спортзала. Здания будут соединены между собой теплыми переходами и образуют внутренний двор для организации проведения школьных, торжественных и праздничных мероприятий. Для организации дополнительного образования предусмотрено отдельное здание, автокласс с автогородком. Территория будет оборудованием спортивной открытой площадкой с беговыми дорожками, полосой препятствий, волейбольной и хоккейной площадками. Кроме того, предполагается строительство гаража для школьного автобуса. Все здания и сооружения рассчитаны для посещения людьми с ограниченными возможностями передвижения. В Наринмаре прошло заседание постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и Малочистных Народов. Участие в работе приняли законодатели из восьми регионов федерального округа. Они рассмотрели ряд обращений к председателю правительства. Кроме этого, парламентарии поделились опытом по вопросу подготовки преподавателей языков Малочистных Народов. Представители парламентов Республик Карелия, Комик, Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Псковской областей и Ненецкого округа обсудили ряд законодательных инициатив, касающихся интересов и поддержки жителей Крайнего Севера. В числе вопросов предоставление субсидий с федерального бюджета на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера. Позиция Почты России, которая отказывается пользоваться этим механизмом для поддержки почты на Севере, ну она просто вызывает удивление. Это не государственный подход абсолютно. Парламентарии предложили вынести инициативу о субсидировании всех почтовых отправлений для отделений Почты России, работающих в условиях Крайнего Севера, чтобы впоследствии она была закреплена федеральным законодательством. Еще один вопрос – подготовка преподавателей родного языка. По мнению депутатов, национальные языки нужны и важны. Их должны изучать в школе, но делать это надо не в принудительном порядке. На опыте депутат из Коми Республики Алексей Чупров рассказал, что родной язык в его регионе изучают не только школьники, но и взрослые. Те люди, которые в госорганах работают, власти, там 20-25% доплаты идут зарплаты, если они издают к унису. Между тем, по словам начальника управления образования Лианы Храповой, в Неницком округе острой нехватки преподавателей неницкого языка нет. Все школы, в которых программы обусловлено преподавание этого предмета, укомплектованы. Средний возраст учителей родного языка Неницкого – 47 лет. Я вчера дважды об этом озвучила. Сегодня я озвучиваю об этом третий раз. Почему я говорю об этом? Потому что в рамках той пенсионной реформы мы понимаем, что учителя, они в принципе, они работают очень длительно, даже и без пенсионной реформы, учителя с высоким возрастом. Они продолжают, и у них свобода, пожалуйста, право выбора, работать или не работать. И поэтому говорить о вакансиях на сегодняшний день, я тоже не могу сказать, что у нас очень много вакантных мест. Впрочем, обучение национальному языку может происходить и вне школы. Таким подспорьем в этом непростом деле может стать, например, радио и телевидение. Можно просто поступить на таком уровне бытовом и поступать. И некоторые есть там южные народы, они так делают. Это можно просто взять любой вирусный мультфильм с большим количеством диалогов, вот как «Смешарики», например, и отдублировать его на Нениском. Это недорого. Все законодательные инициативы, рассмотренные в ходе заседания, помогут выработать единую позицию по многим вопросам, касающимся интересов жителей Северо-Запада. Решение очень действенное, потому что они изначально предполагают объединение мнения субъектов Российской Федерации в этом вопросе. И голос многих лучше слышен, чем голос одного субъекта или одного органа законодательной власти. В рамках работы парламентской ассоциации запланировано посещение на Ридмарской гидрометстанции. Состояние рабочих мест и размеры заработной платы гидрометеорологов, работающих на Крайнем Севере, станут темой следующего комитета, который состоится в Архангельске. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Еще один вопрос, который рассмотрели парламентарии Северо-Запада, направлен на поддержку предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера. Парламентарии предлагают учитывать стаж работы предпринимателей, самозанятых лиц, работающих на территории Крайнего Севера, и приравненных к ним местностей для начисления процентной добавки к зарплате в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам. Как отметил депутат собрания депутатов Матвей Чупров, поддержка коллег законодательных органов других арктических субъектов под дань инициативе получена. Далее этот вопрос будет рассмотрен на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая состоится в июне этого года в Петрозаводске. Ненецкая телерадиокомпания организовала пресс-часть членам Совета Федерации от Ненецкого округа Римы Галушины в рамках ее региональной недели. Сенатор рассказал о федеральных законопроектах, работа над которыми сейчас ведется в Верхней Палате Российского парламента. Принятие этих законов окажет благоприятное влияние на жителей округа. Подробности прямо сейчас. Римма Галушина акцентировала внимание на задачах, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания. В частности, о реализации инициатив по поддержке многодетных семей, о программе «Земский учитель» о цифровизации. Что касается первого вопроса, то сенаторами был внесен законопроект, который предусматривает предоставление места в одном детском саду для всех детей одной семьи. Римма Галушина признается, к ней с этим вопросом неоднократно обращались жители региона. Когда даже если ребенок, например, ходит в первый класс, а там второй ваннушку от рейти на лесозаводе, то, конечно же, это очень сложно, особенно если мама, одна папа где-то там в командировке или на вахте, или еще где-нибудь развести детей. Действительно проблематично. И вот как раз вот этот вопрос сейчас решается внесением изменений в закон об образовании. Также президент России Владимир Путин предложил запустить программу «Земский учитель». По аналогии с программой «Земский доктор». Она рассчитана на поддержку педагогов в небольших населенных пунктах и позволит решить проблему кадрового голода. Проблема тоже очень серьезная, очень такая же отрепещущая. Надо сказать, что начнет она работать с 1 января 2020 года. В качестве подъемных будет 1 миллион рублей, причем он не будет облагаться НДФЛ. Следующим вопросом, который обсудили на пресс-чае, стала цифровизация в системе образования. Это дистанционное обучение детей коренных малочисленных народов Севера. Римма Галушина признается, на сегодняшний день это требование времени. Вопрос организации дистанционного обучения для детей кочевников. Потому что вот это, это вообще глобальный вопрос. Потому что на сегодняшний день мы не будем лукавить, у нас есть дети, которые не обучаются в школе. И вопрос очень серьезный. Понятно, что надо начать с того, что проговорить с самими родителями этих детей, готовы ли они вот к этой форме обучения. То есть им объяснить, в чем она заключается, объяснить все риски отказа от обучения. На встрече обсудили также вопросы о школьном питании, безопасности детей в игровых зонах, об открытии театра в Нинницком округе и многие другие, о которых мы расскажем в следующих выпусках. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Профессионал года 2019. В Инренмаре сегодня назвали имена лучших педагогов Нинницкого округа. Там конкурс уже традиционный, на этот раз участники соревновались в шести номинациях. Одна из них – новая, учитель-дефектолог. В списке претендентов сразу шесть человек. Организаторы говорят, определиться с победителями номинации членам жюри было крайне непросто. Высокий уровень подготовки они отметили абсолютно у всех конкурсантов. Итак, кто же стал педагогом года? Расскажем прямо сейчас. Актовый зал 4-й городской школы сегодня заполнен не учениками, педагогами. Профессия одна, образовательные учреждения разные. Плечом к плечу, с замиранием сердца, они ждут оглашения результатов. Профессионал года не просто конкурс, скорее призвание. Участвуют лучшие из лучших со всего Нинницкого округа. Первая номинация – лучший заместитель директора образовательного учреждения. На сцене три претендента, еще один не смог присутствовать на награждении. В итоге первое место досталось Надежде Вольхиной из средней школы села Ома. Той самой, которая не приехала в Наринмар по личным причинам. Следующая номинация – лучший педагог-психолог. Вручить статуэтку пригласили заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Смирнова. Роль педагога-психолога в современном образовательном учреждении очень трудно переоценить. Дело в том, что мир настолько быстро меняется, что без помощи профессионального психолога современному ребенку очень трудно. И я рад тому, что здесь, на территории Ненецкого автономного округа, в службе поддержки, в службе школьных психологов, психологов в образовательных учреждениях, уделяется столь пристальное внимание. И вот волнительный момент. Ведущие называют имя победителя. Не обошлось в этом году и без нововведений. Впервые в рамках конкурса «Профессионал года» члены жюри определили лучшего учителя-дефектолога. Вот они, потенциальные победители. Впрочем, главный пресс всего один. Его удостоила Снежана Безвытная, учитель-логопед Ненецкой коррекционной школы-интерната. Ну а главный момент сегодняшней церемонии награждения – определение победителя в номинации «Педагог года-2019». В списке претендентов три человека, причем не только представительницы прекрасного пола. Победитель номинации «Предподаватель года» Барахматов Адим Федорович, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа Медвенмарский социально-гуманитарный колледж имени Выучейского. Педагог с большим стажем, он посвятил своей любимой работе уже 19 лет. 16 из них является учителем физической культуры и ОБЖ в социально-гуманитарном колледже. Вадим Барахматов скромно признается – то, что станет сегодня победителем, даже не предполагал. Говорит, просто хотел проверить свои профессиональные способности. Каково это быть сейчас преподавателем года в Ненецкомонне? Понятно, что еще чувства такие смешанные, тем временем уже что можно сказать сейчас? Не могу сказать. Работа все равно есть работа, а преподаватель нет, наверное, такого чувства, что выиграл. Позже придет явно. Может быть, потому что это, наверное, сопоставимо с тем, когда выигрываешь чемпионат или кубок города по волейболу, потому что занимаюсь волейболом. Может быть, это совместимо с этим. Посмотрим. Чтобы оказаться в числе номинантов, участники конкурса прошли целый ряд испытаний. Писали эссе, демонстрировали на практике свои умения, за круглым столом обсуждали ту или иную проблему. Члены жюри признаются – определить победителей в номинациях было крайне сложно. Конкурс уже приобрел, стал частью истории нашего округа. И поэтому количество желающих стало возрастать. И иногда нашим членам жюри было трудно выбрать, отдать предпочтение тому или иному конкурсанту. То есть авторитет конкурс набирается. Теперь уже наши педагоги, они с большим желанием принимают участие в этом конкурсе, потому что они понимают, что это своего рода карьерный рост. Следующий конкурс состоится ровно через год. Организаторы не скрывают, они ожидают еще больше участников. Ведь здоровая конкуренция идет только на пользу. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Заполярье проходит досрочный этап сдачи ЕГЭМ. Процедура организована на базе 5-й городской школы. Аудитория этого пункта находится под онлайн-наблюдением, а также оснащены портативной системой и подавлением сигналов в связи. В этом году на досрочный этап сдачи ЕГЭМ заявился 21 человек по 7 предметам. География, русский язык, математика, профильного уровня, физика, биология, общество знания и история. Сегодня выпускникам прошлых лет предстояло написать экзамен по русскому языку. Всего на сдачу заявилось 11 человек. Шесть из них пришли на экзамен. По данным Департамента образования, культуры и спорта, больше всего принято заявление на сдачу математики, физики и общества знания. Досрочный период сдачи ЕГЭМ в Нинецком округе стартовал 20 марта и продлится до 10 апреля. В этом году выпускники прошлых лет и обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций не имеют права сдавать математику базовую. То есть они имеют права только сдавать математику профильного уровня. И выпускники текущего года имеют право либо сдавать математику профильную, либо математику базовую. То есть как в прошлом году одновременно сдавать оба уровня, они не имеют права. Следующий экзамен пройдет в понедельник, 25 марта, по истории. Основной период сдачи ЕГЭ, напомню, начнется 27 мая и окончится 1 июля. В Ненецком округе завершился региональный этап общероссийского проекта «Волейбол-школу». Всего в соревнованиях приняло участие 24 команды, из которых 7 сельские. Это команды школ поселков Харута, Индиго, Красная, Каратайка, сел Нижняя Пеша, Ома и Тельвиска. Победителей и призеров наградили кубками, дипломами, грамотами и медалями. Как сообщили, во дворце спорта «Норд» среди юношей и старшей возрастной группы лучшими оказались ребята из окружных сел. Первое место заняла команда школы поселка Харута, второе – Красная, третья – Ненецкая средняя школа имени Пырерка. Среди девушек старшей возрастной группы победу держала команда школы номер 4 на втором и третьем местах, соответственно, команды школы номер 5 и Нижняя Пеша. В младшей возрастной группе среди юношеских команд лучшими оказались команды школы номер 3, 4 и школа поселка Харатайка. Среди девушек первые три места достались, соответственно, командам школы номер 4, 1 и 3. Организаторы дополнительно сообщили, что по итогам прошедших соревнований команды, победившие в младшей возрастной группе, будут представлять Ненецкий округ на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч», которые будут проходить с 8 по 14 апреля в Петрозаводске. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok